Лошкарев Андрей Это проект все по-моему на стройке. Сегодня у нас, так сказать, финалочка по забору на винтовых сваях. Забор закончили, сделали его в итоге за 5 дней. Пойдемте посмотрим готовый результат и я вам расскажу сколько в итоге эта стройка, этот забор обошелся заказчику. Итак, друзья, вот такой у нас получился забор. Небольшое отвлечение. Вы посмотрите, что творится с каналами. У нас сейчас небольшая произошла оттепель. И там по улице строят дом. Взяли, засыпали трубу. То есть они на въезде. Вот здесь мы видим въезд, труба. Все нормально, вода уходит, нет никаких проблем. А там, это мне Павел, заказчик дома, сказал, там забилась труба, никого нету, дом недостроенный. Все, и там вода стоит. А после уже идет пустая канава. И вот здесь участок не сильно подтопило, но у нас страдает вывод канализации. Потому что канализация у нас, вот я сейчас там между, вон видите, зеленый люк. И у нас канализация выходит вот сюда в канаву. И соответственно она сейчас не функционирует, канализация, потому что у нас канава вся в воде. Короче, надо там пробивать. Ну ладно, друзья, вот заборчик у нас симпатичный. Стоит, все нормально. Калиточка. Сверху перемычка. Вы писали в комментариях, что просится перемычка, просится вот она. Ну и с другой стороны у нас вот такой вид. То есть профлист обшит у нас с одной стороны, на калитке и воротах с двух сторон. Но это не входило в стоимость в 170 тысяч. Заказчик отдельно платил 3 тысячи рублей за профлист и за обшивку. Так, давайте внимательно. Ну, ворота я открывать не буду, они на замке. Вот таким вот образом здесь реализовано закрывание ворот. В будущем заказчик, когда он уже сюда поселится, сейчас-то он просто на стройку приезжает, поставит, конечно же, на пульте моторчик. И, соответственно, у нас безопасность ворот вместо замочка будет обеспечивать вот этот вот двигатель, который будет не давать им открываться просто так. Все, и вот на эту раму будет установлен... Не на эту раму, а рядышком будет устанавливана площадка и будет смонтирован двигатель. Все, а сейчас на замочке. Но ворота у нас на замке. Сейчас я вам покажу. Спрашивали вы меня, как врезали. Врезали достаточно, так сказать, не очень аккуратно. Ну, как не очень аккуратно? Вот смотрите, здесь просто нужно купить на шлепку, чтобы это аккуратно выглядело. Сейчас мы видим вот царапины от ключа. А так вот в профиль, к профилю вырезали отверстие, вставили замок. Здесь у нас, вот видите, ржавчина. Сегодня у нас, друзья, конец января. Я не смог сюда приехать пораньше. Сюда приехать пораньше, поэтому финалочку снимаю в конце января. То есть у нас со дня монтажа прошел месяц. И вот здесь мы видим, где люди варили, где металл покоцали. Он, соответственно, покрылся ржавчиной. А на заборе, ну, вот здесь какие-то мелкие есть потеки. В принципе, тоже я вижу, что здесь от повреждений есть ржавчина. Вы прям видно, что... Я думаю, что бы ржавчина в любом случае будет. Не знаю, мы сколько забор не красть, если он покрашен не в заводских условиях. То есть я имею в виду, что, например, столбы можно покрасить в заводских условиях порошковой краской. Соединить на болты. Тогда он будет... Тогда ржавчины никакой не будет. Если вы забор варите, красите на месте, то мне пока не попадалась краска, которая не дает ржавчины. Так что этого, к сожалению, не избежать. Но я бы здесь еще раз прошелся бы по направляющим, по забору, чтобы вот эту мелкую ржавчину убрать. Потому что здесь у нас изначально двуслойная заводская краска. Ну и вот на столбе, вот как здесь высерлили, да, вот здесь вырезали. Также вот здесь мы видим просто отверстие. Тоже нужно оформить, пока никто ничего не оформлял. Просто грубо вырезали, лишь бы туда... Лишь бы замок закрывался. Вот, друзья, вот такой забор у нас получился. Короче, 32 метра, 28 метров. 27 метров получается забора. Непосредственно 4-метровые ворота и метровая калитка. В сумме у нас получается 32 метра. Вот все это вместе стоит 170 тысяч, плюс 3 тысячи стоила обшивка профлистом с другой стороны. В итоге получается 173 тысячи рублей. И вы обладатель вот такого забора из движных ворот 4-метровых на винтовых сваях. Почему говорю, что 4-метровых? Потому что есть 3-метровые ворота в комплектации, они по цене подешевле. Есть 5-метровые, есть 6-метровые ворота. В общем, в нашем случае 4-метровые ворота. Ну и все это удовольствие делалось 5 дней. Так что достаточно быстро. Я думаю, что в зимних условиях это самое быстрое решение. Плюс, если у вас грунты плохие, это вообще единственное решение. Я видел в комментариях, люди писали, что гораздо проще забетонировать столбики и так далее. Да, в каком-то случае, наверное, проще, если вы хотите возиться с бетоном, с ямками, и у вас лето. Если вам нужно зимой, у вас там, не знаю, грунт очень плохой, торфы и тому подобное, очень мягкие грунты, то вы с бетонированием очень здорово пролетите. У нас здесь в садоводствах в основном, ну, я вижу очень много таких заборов покосившихся, бетонных. Грунт просто их не держит. Поэтому винтовые сваи имеют право на жизнь. И это весьма эффективное решение и правильное, когда у вас есть проблемы с грунтом, или вы хотите в зимний период поставить себе забор. С вами был Ошкарев Андрей. До скорых встреч. Пока. Кстати, видите, на водосточке, на водосточку прицеплены трубы, которые уходят в канаву, чтобы вода не лилась на участок, потому что дренаж пока не сделан, и чтобы не лилась на фасад дома. Очень специфически это смотрится на соседнем доме. Вон, видите, на кирпичном. Вообще, как инопланетный корабль. Если бы человек это не поставил, вода бы лилась на стены, стены бы мокли, а у нас тут большие перепады были, то есть днем может быть плюс, ночью может быть минус 15, и я думаю, что кирпичная кладка бы у них очень сильно пострадала. Поэтому вот это вот решение с трубами очень хорошее, если вы пока не делаете себе водосточный труб уже до самого низа. То есть если в канаве вода, то у тебя и здесь... Так же, как и было. Это у нас так же и есть. Слушай, не, по-моему, он выше стоит. Смотри, у тебя вода должна как бы уходить. Ну, вода не должна стоять вот прям вот посередине трубы. Она должна как бы уходить. Ну, смотри, получается, что вода, попадая в трубу, там вытекает. А у тебя получается, что она раз половину трубы уровень стоит, значит, этот уровень стоит вот везде. Ну да. И она у тебя не вытекает сейчас. Если ты сейчас будешь воду добавлять, я думаю, что она будет наполняться. Мыльная все. Посмотрим. Да сейчас... Короче, вам обязательно нужно этого дрюкнуть, чувака, у которого вот этот засор, потому что реально не будет он работать. Заполнится он просто. И я канал хочу углубить, там, если она маленькая. Вот как на той стороне, глубже и полотно. Но опять же, нужно посмотреть уровень. Ну, в ту сторону. Ну да. Потому что мы у себя, например, на каркаснике сначала хотели углубить, а потом оказалось, что не в ту сторону. Когда померили нивелиром оптически, что надо в другую оказываться. А глазомер говорит, что он в другую. Так что это самое. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok